Двор на улице Жороса впервые попал под прицел телекамеры в первых числах декабря. Уже тогда он был полностью перерыт. С тех пор здесь мало что изменилось. Все те же многометровые рвы и все те же страдающие жители пяти многоквартирных домов, которые из-за нерасторопности коммунальщиков при двери наступающих морозов сидят как на пороховой бочке и гадают, замерзнут или нет. Постоянно отключают отопление, постоянно отключают воду горячую, включат на какой-то там день на два батареи, чуть теплые. Это только один признак батареи, вот что они. А батареи практически холодные. Дети маленькие, замерзаем. А у нас на первом этаже вообще холодно. Сейчас обещают 8 градусов мороза. Не знаю, что тут будет. И что у нас будет в квартирах. Жители рассказывают, что теплотрассу последний раз ремонтировали этим летом. Тогда был прорыв. Трубы заменили и даже двор закатали новеньким асфальтом. Коммунальщики же отчитались о готовности к зиме. Но не прошло и несколько месяцев, как многострадальная улица снова превратилась в долину гейзеров. И пребывают в таком состоянии уже больше месяца. Как рассказывают жители, уже неделю здесь не ведется никаких работ. Из труб по-прежнему предательских лещет вода, а из ям, заполненных этой самой водой, поднимаются клубы пара. Жители сетуют. Ни конца, ни края ремонта не видно. Рабочие появляются здесь, по словам людей, только ближе к вечеру. И что они делают, когда на улице уже начинает темнеть, остается загадкой. Судя по тому, что работы ведутся черепашьими темпами, а на заявления жителей никто не реагирует, с каждым днем крепнет в их умах мысль о том, что леденящий холод батареи в своих квартирах им ощущать еще долго. Да, у нас ТСЖ. Да, мы в ТСЖ. Но ТСЖ у нас не особо особых таких, чтобы мер принимает человек. А деньги платим мы такие же, как все. Жители уверяют, подобные аварии в этом дворе отнюдь не редкость. Повторяются они из года в год. Гнилые трубы, видно, будут давать о себе знать до тех пор, пока полностью не будут заменены на новые. Но на это, очевидно, не хватает ни денег, ни денег.